Здравствуйте, дорогие зрительницы моего канала! Жанна Гельтнумер, с вами Жанна из Германии. Решила сделать видео о пустых баночках, чтобы вот собрала и выкинуть. Не буду долго собирать, надо все выбрасывать. Начну с лица, закончу ногами и волосами. Так, я уже как рассказывала, что я хочу вот добить косметику и выбросить. Вот был у меня такой карандаш, покупала его недолго. То есть покупала его давно. Пио Косметикс. У них такая довольно интересная косметика, но купила я именно вот этот карандаш, он мне понравился. Да, кстати, обратите внимание на мои ногти. Специально вам показываю, я делала видео, по-моему, вчера-позавчера о лаках Макс Фактор. Вот видите, как это все держится. Ну это, конечно, я тут занималась уборкой, то и все. Вот этот оранжевый лак, он дороже, чем вот этот. И вот видите. Да, конечно, по видео видно, что вот у этого такой прекрасный блеск и все такое. Но он не стойкий на ногтях. Этот намного по стойкости лучше, чем вот этот. И он дешевле. Хотя пузырьки такие одинаковые, но разной серии. Это дешевле лак, это дороже. Вот смотрите, что облупляется вот таким образом. Поэтому кое-где не облупился, кое-где облупился. Хотела вам показать. Не думайте, что я вот хожу с такими ногтями. Я это все сниму, и вы попозже как-нибудь увидите другие лаки на моей руке. Я вам показываю, что вот не стоит все-таки думать, что лаки подороже будут хорошо держаться на ваших ногтях. Так что вот такой вот эксперимент. Так, про эту косметику. Он был недорогой. Продавали его в Tecimex. И это карандаш 3 в 1 для бровей, для глаз и для губ. Для бровей он, когда вы носите очки, очки вот так вот терутся и значит размазывается. Для глаз один раз пользовалась, но я не люблю коричневые тени. С мудростью юной. Не люблю. Хотя коричневые тени, они оттеняют глаза, и ваши глаза кажутся намного голубее. Сегодня на мне тени Inglot. То есть пигмент Inglot. Помада Max Factor. Какой Max Factor? Manhattan Limited. Как-нибудь покажу. Ну, ее, по-моему, уже нет, но она... Мне Manhattan нравится помадой. Они хорошие. Ну, а что вот об этом? Вот, вот, сделаю чуть-чуть, чуть-чуть, вот, коричневый такой цвет. Ну, такая вот хорошая кисточка для бровей, видимо. Так-так-так. Тут у меня треснуло. Сильно нажимаю так. Он назад не закручивается, имейте в виду. Выкручивается, назад не закручивается. И больше мне понравилось его использовать для контур-губ. В общем, я его добила и выбрасываю. Больше покупать не буду. Так. Выкидывают этот кико. Фломастер для бровей. Фломастер для бровей. Тату. Маркер. Тут пишут. Натуральное. Как бы цвет бровей. Тату. Не покупайте. Вот, 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 вот цвет. Почему не покупаете? Может, вам и повезет, и вы купите свежие, но мне положили какой-то... Может быть, они все такие. Один глаз вы накрасите. Второй глаз. Вы будете долго ждать, чтобы все это слилось, и вы накрасили. Я не знаю. Я больше не буду покупать кико. Такие карандаши. Хотя были хорошие отзывы на сайте кико. В общем, я стараюсь теперь не верить, что пишут люди. Столько раз уже обжигалось. Вот кико, мейкап, милана. Маркер для бровей. Натуральный тату эффект. Так что вот так вот. Имейте в виду. Трата денег, по-моему, он был около 5 евро. Я считаю, что это дорого. Вы покупаете 5 евро, и этот карандаш вы не можете использовать. В общем, я его убрасываю. Так. Теперь. Этой туши. Туши. Маскара вампупа. Часто она у меня была в инстаграме. Сегодня она на моих глазах. Аметист. Цвет аметист. Покупала я ее в декабре, когда я была в круизе по Средиземному морю. И зашла в Сифара в Неаполе. И купила я там эту тушь в память о поездке. Я делала уже видео о этой туши. Что хочу сказать. Хотите цвет? Он будет. Хотите объем? Он будет. Хотите стойкость? Она есть. Хотите, чтобы у вас тушь не осыпалась? Не будет осыпаться. Хотите, чтобы, знаете, свежие туши, они отпечатываются. Она не будет отпечатываться и портить вам макияж. Видела я тоже девушку по-моему с Украины. Рассказывала об этой туши. И она очень тоже понравилась ей. Так что хочу сказать. Вот я сегодня тоже в фиолетовом цвете. Аметист. Такой аметист. Аметистовый. Так что имейте в виду. Она хороша. Стоит примерно 10 евро. Буду еще раз в Италии. Или где-то увижу такую тушь. Куплю. Что еще хочу дополнить. По поводу средств для наращивания ресниц. Не буду я больше покупать их. Есть у меня одно. Потому что в любом случае добиться быстрее можно объема тушью. Так что вот эта тушь вам от маскара от Пупа не нравится. Ну с возрастом у меня вообще были раньше такие длинные густые ресницы. Ну кстати длинные густые ресницы. Это признак какого-то заболевания. В организме кстати. Не спорьте со мной. Почитайте. Где-то найдете. Есть такой признаки заболевания. И написано что у кого когда такой дикий рост ресниц. Есть. Ну с возрастом ресницы выпадают. И они такие длинные становятся. Так что вот так вот. Вот такая вот тушь. Перейдем к помадам. Так. Max Factor Бальзам Блеск Такой серии уже нет. Вот такая вот она. Использовала я до конца. У нее такой запах. Как раньше были у помад. Это помады так пахли раньше. В советские времена. Такой был тренд. Или более там натуральные вещества были. Поэтому они так все пахли. Вот этот запах натуральности. Тон второй. Сделан на Вирландии. Ничего хорошего об этой. Помаде я не скажу. Ее в принципе нет. Я ее добила. Но мне она не понравилась. Так. Добила еще помаду от Mary Kay. Это был подарок. Такая шикарная упаковка. Тоже я ее добила. Дастероз. Грязная роза, я так понимаю. Или пыльная роза. Называется Дастероз. Раньше, помните, была у Mary Kay розовая упаковка. Потом они перешли на черное. Ну, красивая упаковка. Помады тоже. Запах такой тоже у них старинных помад. Тренд такой, видимо. Как бы думают люди, что это более натуральный продукт. Покупала я такое средство в TKMX. Какой-то GZURO серум для глаз. Там такие вот частицы. Частицы какие-то. В общем, серум ужаснейший для глаз. Упаковка замечательная. Больше не буду покупать серумы для глаз с какими-то такими шариками, в которых, как бы говорится, какие-то витамины. Нет, не буду. Так. Еще Дедермин. Это у нас Шварцковка пускает, серия Дедермин. Ультра. Значит, слифтинг. Интенсивный лифтинг для контура глаз. Такое, значит, придает ультра гладкость. Обещает, что морщина будет меньше. И, значит, уход за глазами. Не советую. Может быть, можно посоветовать молодым девушкам, но после 40 уже не дает она эффект. Такой вот прям вот жирности мне надо, чтобы вот так вот жирненько так увлажняла, упитала кожу вокруг вас. Но она не дает. Ну, в принципе, она и стоила недорого, чуть-чуть около 2 евро. Так. Теперь перейдем к Гитро Бьюти Микросерум. Интенсивное увлажнение от Шанель. Кинули. Дуглас, по-моему. Пробник. Я его использовала. И что хочу сказать. Я как-то скептически отношусь к кремам от брендов, потому что... Ну, потому что не дают они какого-то великого эффекта. Все-таки надо выбирать более этой крема, которая подается в аптеках. И не французский. А именно немецкий и швейцарский. Вот от них есть эффект. Так что не советую. Ну, что-то там... Да, что надо... Девчонка молодая, наверное, можно использовать. Ну, за такую цену. Там сколько крема шанелевский стоит? Больше 50 или около 50 евро. Дает она этот крем такой блеск лицу. Блеск дает, точно говорю. Так что нет. Ну, использовала, использовала. Не завлекут меня. Шанель Диор. И герлинг кремами для ухода лица. Нет. Но все-таки я поняла, что надо покупать крема швейцарских и немецких фирм. Именно вот, которые институтов. Вот мне очень нравится Ювена. Да, там есть эффект. И, значит, еще вот у меня есть какие-то крема. Расскажу, как закончу. Баночки покажу. Так, это у нас тоже Диодермин серия. Молочкова для снятия макияжа. Я его много накупила. Молочком я довольна. У нас был, скрывался магазин и были очень большие скидки. И, в общем-то, около 1 евро она стоила. Мне это молочко нравится. Сейчас, не покупая никакие мицеллярные воды, по старинке, молочком. Молочком, а потом прохожу с тоником. Так что молочком мне нравится. У него есть. И буду я им дальше пользоваться. Переходим, значит, к ногам. Тоже покупала вот этот крем со скидкой. Значит, это у нас уход за ногами. И, значит, что тут у нас? С какими-то там... С рогами от животных. Вещества. С натуральным воском, с розмарином. И с какими-то, значит, веществами от рогов оленей. Ну, крем как крем. Единственное, что хорошо его использовать, у кого ноги потеют, потому что он так вот... Когда вы ноги помыли, нанесли этот крем, видимо, более так подольше будут ваши ноги не пахнуть. Ну, тоже ноги пахнут. Это тоже какое-то заболевание, я так понимаю. Это дает организм наш сигнал, что что-то у вас так не так. Так что вот. Так вот крем закончила. Покупать не буду. Я покажу мой универсальный крем для рук и для ног, который мне нравится. Потом переходим, значит, к этому средству. Покупала со скидкой. Это, значит, это средство от Кладио Шифер. То есть марка. Привлекли ее, значит, для рекламы этой продукции. Шварцков. Брызгаете, значит, на корни волос. И, значит, осветляете. Или, значит, хочется вам чуть светлый цвет волос. Вы брызгаете, расчесываете, и у вас получается красивый цвет волос. Я показывала, до этого тоже пользовалась этим средством. Примерно таким средством. Но это вот помягче. Поэтому рекомендую. Оно более мягкое. Мягкое. Не так щипит кожу головы. Показывала я, как я распределяюсь. Есть у меня такая расчесочка универсальная. Я, кстати, рекомендую всем ее купить. Вы посмотрите видео моей расчески. Там я показываю свою любимую расческу. Она такая вот тоненькая. С остреньким носиком. Хорошая расческа. Недорогая и очень хорошая. Ну, значит, вот. Кто не может дойти до парикмахерских. Сделать чуть-чуть тон волос посветлее. Рекомендую. Хорошее средство. Хорошее. Ну, Кладио Шифер молодец. Выглядит замечательно. Хорошая модель. Красивая модель. Изысканная модель. Ну, такая типичная немецкая красота. Я уже не рассказывала. Рассказывала, как у меня, значит, была подружка по переписке с Нью-Йорка. Американка. Мы переписывали, списали письма. По-моему, с 88-го года или с 89-го. Друг другу писали. Скорее всего, с 88-го. И она мне в 95-м и 96-м, скорее всего, в 95-м, прислала журнал. Да, 95-й, так было, декабрь, январь. Прислала журнал «Бук» на, конечно, на немецком, на английском языке, с Нью-Йорка. Много духов прислала. Там был журнал «Бук». Не знаю, сохранился он у меня в России или нет, или я его выкинула. Надо было, наверное, сохранить все-таки. Там была Клаудиа Шифер. И они писали, она такая молоденькая-молоденькая. Я не знаю, сколько там ее было в то время. Что вот, дескать, модель, подающая большие надежды. На такое лицо юное-юное было. Так, в общем, все. Закончила я рассказ о баночках пустых. Видео такое длинное. 17 минут. До свидания, мои дорогие. До свидания. Следующее видео, наверное, сделаю интересное. Смотрите. Смотрите, сделаю я видео о нумерологии. До свидания.